Стой! Раз, два, направо! Раз! Раз! На исходный шагом марш! Мороз, ветер, но на аллее героев в поселке Каменоломни очень много народу. Все пришли отдать долг памяти одному из самых уважаемых в здешних местах людей, герою Советского Союза Дмитрию Бойко. Такое уважение Дмитрий Бойко завоевал сразу по нескольким причинам. Первое и самое главное – он один из героев Великой Отечественной войны. Свою звезду получил во время контрнаступления в 44-м. 25-летний майор, командовавший полком, организовал форсирование Днестра, захватил и двое суток удерживал плацдарм до подхода основных сил. В составе вот этой первой группы 7 человек получили звание Героя Советского Союза. В том числе и он. 26 лет ему был Герой Союза, командир полка. Конечно, для меня это большой авторитет. После войны бравого фронтовика позвали руководить Октябрьским районом. Время тяжелое, нужно восстанавливать страну. И от председателя райисполкома порой требовались жесткие меры. Но по воспоминаниям соратников, в помощи он никому не отказывал. Никаких нерешенных вопросов у него не было. Это очень важно было в ту приопору. Только 7 лет, как война закончилась, нужно было поддержать людей. Нужно было сделать для людей как можно больше. И он этим занимался. Он занимался день и ночь, если можно так сказать. За несколько лет Дмитрий Дмитриевич сделал свой район одним из лидеров области. Затем его пригласили в областную партийную комиссию в Ростов. И в этом органе он работал успешно. Жесткий и требовательный руководитель. Домашнему он запомнился как внимательный и любящий муж и отец. Простой, ответственный, порядочный, ну добрый. Это для нас. Для нас он добрый был, да. Дмитрия Бойко не стало в 81-м. Казалось бы, прошло больше 35 лет. А слава о смелом воине и умелом руководителе не утихает. И не утихнет, пока живы те, кто ему благодарен. Иван Полейкин, Тагир Фатахов, Дон-24, Октябрьский район.